Мы все должны думать о жертвах, количество которых приумножается и в результате гражданской войны, которая фактически идет в Ливии, и в результате нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории этой страны. Мы все должны думать именно об этом прежде всего. Но, конечно, об этом в первую очередь должны думать те, кто причастен к этой трагедии. Думать об этом и молиться за спасение своей души. Мировой финансовый кризис, от которого планета окончательно не оправилась до сих пор, заставил многие страны пересмотреть систему межгосударственных расчетов, а именно отказаться от доллара и заменить его золотом. Одним из ярких сторонников этого и был как раз Муаммар Каддафи. Он предлагал вести расчет в золотом динаре против резко выступали США и Евросоюз. И если бы идея действительно воплотилась, это фактически означало бы крах мировой банковской системы. Именно на ней держится пока глобальная экономика. Сегодня Франция поднимает голову и заявляет, что она хочет атаковать Ливию. Ты глупец. Хочешь напасть на Ливию? Это мы нападем на тебя. Давай, приходи. Попробуй напасть на нас. Будет внутренний заговор или внешний, мы уничтожим его. Будет военный заговор, мы уничтожим его. С помощью ливийского народа и ливийских племен, которые объединятся в одной армии и очистят каждую пять ливийской земли от врагов. С помощью ливийского народа и ливийского народа и ливийского народа. С помощью ливийского народа и ливийского народа. Пусть Саркози сначала отдаст те деньги, которые он взял у Ливии для финансирования своей предвыборной кампании. Это мы финансировали его кампанию. У нас есть все доказательства. И мы готовы их представить. И мы готовы их представить. Первое, что мы потребуем от этого клоуна, пусть вернет деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдает наши деньги. У нас есть все доказательства. Банковские счета, документы, банковские переводы. И все это мы скоро обнародуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Еще в 2002 году малазийский премьер-министр Мохаммад совместно с Муамаром Каддафи вышел с инициативой о введении персидского золотого динара. И эта идея была поддержана первоначально Ираном, Суданом и Брунеем, а потом к ней присоединилась на следующий год буквально Индонезия, ОАЭ и еще целый ряд стран. И эта идея стала рабочей. Произошло несколько заседаний министра финансов этих стран и все более и более жизненные черты приобретал переход из доллара и евро в расчеты межгосударственные в золотом динаре. Муамар Каддафи был готов объявить о выходе из долларовой и еврозоны и первыми сделала шаг мировая банковская система. Были арестованы под предлогом нарушения прав человека его долларовые и евро счета. И таким образом стекла. И когда были арестованы Германа после того, как он начал расстреливать мирных жителей? Конечно, конечно. Да и это, знаете, бывает в любых странах. Сейчас посмотрите, сколько мирных жителей в других странах от Йемена и далее расстреливается. И никто ничего не арестовывает. И Каддафи кооперировал африканские страны для создания единой Африки, введения единой золотой валюты. То Египет был готов к этому присоединиться. Это началась целая сеть революций из периодов к центральному разведывательному управлению. Для того, чтобы нарушить планы обрушения мировой банковской системы, от которой, кстати, и в России мы вздохнуть не можем. Выход в золото из бумажных денег – это выход из банковского рабства. Это выход из банковского рабства. Это выход из банковского рабства. Господин Каддафи, я заметил, что среди мировых лидеров, с которыми у вас хорошие личные отношения, господин Путин, господин Берлускони и господин Чавес. Это правильное впечатление? Да, вы упомянули моих друзей, с которыми у меня очень хорошие отношения, очень хорошие. Почему? Невозможно назвать одну причину. Что делает людей друзьями? Между нами хорошие отношения, взаимопонимание, уважение, взаимопомощь, доверие, верность. У нас общие интересы. Между Ливией, Россией, Италией, Венесуэлой существуют общие интересы во благо их народов. Что делает людей друзьями? Между нами хорошие отношения, взаимопонимание, уважение, взаимопомощь, доверие, верность. Целый ряд стран в течение 8 лет активно на уровне государственных органов занимались подготовкой выхода из бумажных денег в золото. Да, но какие страны? Это же не США, не Франция, не Германия, не Россия. Это огромные густонаселенные страны, которые производят реально очень много товаров первой необходимости. Не всяких компьютеров там и прочего, то, что не очень нужно людям. А то без чего жить нельзя, это продукты питания, это средства производства, это нефть и так далее. И, кстати говоря, что касается России, обратите внимание, кому обратился Муамар Каддафи после того, как его начали бомбить. Вернее, сразу, незадолго перед этим, когда уже было понятно, что он упустил время, его опередили. Он обратился к Китаю, к Индии и к России. К тем странам, которые предрасположены к переходу в золото, особенно Китай, который неоднократно заявлял о переходе в золотой юань. И посмотрите, что сделали ваши повстанцы, о которых вы с таким пиететом говорите. Ну, наши. Минуточку. Они, в первую очередь, не правительство создали, повстанческое. О нем никто не слышал. Они Центробанк открыли в Бенгазе. Центробанк, альтернативный Центробанку Муамара Каддафи. И это свидетельствует не о том, извините, что они не против Муамара Каддафи, а то, что они принципиально, у них другой алгоритм финансовых расчетов. Разный, геометрально противоположный. Расчет был на то, что пойдет цепная реакция, потому что всем надоело быть рабами ФРС США и лично господина Берна. Потому что и Соединенные Штаты в рабах у господина Бернанки. Потому что Бернанки дает в долг США, ФРС США в долг дает Центробанк США. В Южной Каролине, на минуточку, в прошлом месяце, и это штат Соединенных Штатов Америки, и не последний, инициатива законодательства, законодательная инициатива депутатов Южной Каролины о переходе в золотой доллар и отказе от бумажных долларов США. Это Южная Каролина США. Если бы Мамар Каддафи успел сейчас выйти в золото из бумажных, резаных денег, которые ничего не стоят, его поддержали не только мусульманские страны, огромное количество стран, возможно, вплоть до Германии, которая, как вы помните, не так давно Меркаль заявлял, сколько мы можем платить за ошибки, в кавычках, Соединенных Штатов Америки. Но они хотели вернуть дочь Марки, а не вернуть. Они хотели перейти в золото. Весь мир, кто не хочет работать на Бернанке, хочет перейти в золото. Германия, извините, потому что всевластие Бернанке началось тогда, когда Соединенные Штаты оторвались от золота. Когда Соединенные Штаты оторвались от золота. Когда Соединенные Штаты оторвались от золота. Муаммара Каддафи Муаммара Каддафи Муаммара Каддафи Муаммара Каддафи Муаммара Каддафи Муаммара Каддафи